Напротив Хабаровского психоневрологического интерната во вторник утром на пешеходном переходе сбит 60-летний пациент клиники. Мужчина был экстренно госпитализирован. С автоинспекторами объясняется 55-летний водитель Тойоты Марк 2. Он вот так вот вывел. Вот скорее всего, вот так вывел. И у вас заклинил спидометр? Ну, от стекла. Стекло панель пробило все. Он как упал туда. Спидометр заклинило на отметке 60. На своей иномарке шофер двигался со стороны Сосновки. Человек внезапно появился слева. Будущий пострадавший направлялся в хозяйственный корпус. Туда он нес мешок сухарей. Мужчине нужно было всего лишь перейти через дорогу. Вот это у них под собственное хозяйство. Они сюда ходят, корм таскают. А, и вот сухари он туда не выстрелил. Да, да, да. Ну, по идее, почему? Их вообще должны сопровождать. Потому что люди-то неадекватные, их как бы сопровождающий должен быть. Во время работы съемочной группы пациенты еще несколько раз пересекали проезжую часть. Сопровождал их вовсе не сотрудник клиники, а пациент с тележкой. А вы сопровождающий вот сейчас, да? Ну, да, да, да. Я их приводил сам, остановил машину, то они пошли. Они пошли, я поехал. А когда вы проходил парень, которого сбили, вы его тоже сопровождали или он один шел? Нет, один шел. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшему, сотрясение головного мозга, перелом голени. Водитель был трезв. Так как ЧП произошло на пешеходном переходе, в этой аварии виновникам признают именно его. В свое оправдание мужчина говорил, что человек внезапно шагнул под его машину. Словно из-за отсутствия инстинкта самосохранения. С места происшествия Анна Карпова и Алексей Овчинов. Продолжение следует...